Привет, дорогие подписчики! Вы на канале Леводки Хаус, канал как построить дом самому. Сегодня я хотел затронуть тему скважины, место расположения скважины, но понял, что эту тему мы отложим, потому как лучше разобрать тему вначале. Прежде чем мы будем располагать скважину, мы должны расположить наше здание и сооружение на участке. А лучше всего я подумал, это можно сделать с помощью, если мы начнем разбирать наше уведомление на строительство, как правильно подать в администрацию, потому что мы там будем делать некий генплан, и мы столкнемся с капитальными строительствами, как правильно размещать надо, и попутно мы затронем тему, но это будет для каждой администрации отдельно. Есть такие правила землепользования и застройки, но для каждой администрации они свои. Я буду показывать это на примере городского поселка Тайца, но обратите внимание, у каждого, у каждой администрации они свои. Почему мы затронем вот эти вот ПЗЗ, потому как там есть параметры застройки, и вот надо обращать внимание на них. Там будут оговорены все расстояния капитального строительства, всех сараев, бань, гаражей и какие отступы должны быть от границы участка или от красной линии. Так что поехали! С чего мы начнем? Смотрите, далеко ходить не будем, вот есть такой вот сайт строим мастер.ру. Здесь у ребят очень хорошо все написано и красиво рассказано, то есть нет никакой воды и все по делу. Смотрите, на что мы обратим внимание при подаче уведомлений на строительство. Это типы земель. У нас есть земли дачные, есть земли ИЖС. Если у нас земли ИЖС, то мы идем дальше сразу. А вот, например, если у нас дачные участки, это они могут подразделяться на СНТ и ОНТ. Это садовые некоммерческие товарищества, либо огородные некоммерческие товарищества. В СНТ возможно построить капитальное строительство и прописаться в нем ВНТ. Такого сделать нельзя. Но надо еще обратить внимание, вот смотрите, что СНТ имеет временный статус. Что это такое? Вот если у вас будет, надо вот зайти посмотреть генплан развития ближайшего к вам поселка или города и посмотреть, есть ли строительство в вашу сторону или нет. Если будет город расширяться именно вашу сторону СНТ, вам могут отказать строительстве и капитального строения. так что вот это вот тоже, кстати, вот одна из деталей, которые мы должны будет обратить, когда будем снимать видео и собирать все нюансы и всякие штучки собирать при покупке дома и при покупке не дома, а участка. На что надо обратить внимание. Вот это, кстати, тоже можно будет туда отнести. Мы потихоньку будем с вами собирать такое видео, где будем все вот эти нюансы собирать. И даже вы тоже будете потом, я надеюсь, вы будете тоже оставлять комментарии, чтобы мы собрали одно большое видео, в котором мы бы все вот эти вот тонкости все и нюансы светили. Дальше вот согласно федерального закона номер 340 от 1 марта 2019 года разрешение строительства у нас не требуется. У нас теперь требуется только уведомить администрацию дважды. Это на начало строительства и завершение строительства. Когда вы подаете документ, его должны рассмотреть, вот это уведомление строительства должны в течение 7 дней и дать вам ответ. Куда подавать уведомление строительства и какие документы нужны? Подавать мы можем через МФЦ, через заказанным путем можем, ой, заказанным письмом или через госуслуги. Можно непосредственно приехать в вашу администрацию, встретиться с землеустроителями. Я думаю, вы тоже вместе там можете что-то составить, он вам подскажет как-то. Но я думаю, так и так можно. Мне кажется, даже можно созвониться со своим землеустроителем, землеустроителем вашего, вашей администрации и посмотреть, вернее созвониться и расспросить. Как-то можно даже онлайн как-то можно перекинуть документы друг другу. Не знаю эти нюансы, вы конкретно сами разберитесь со своим землеустроителем. Так, при подаче документов нам необходимы документы следующие. Документ, подтверждающий право собственности на землю, это выписка из EGRN. Вы когда получите, купите участок, вам сразу получится выписка. Но я бы сразу заказал бы расширенную, расширенный EGRN. У вас там получается, будет тогда еще границы даны ваши. Наверное там надо будет чуть-чуть оплатить, но я бы сразу расширенную убрал. Потому что все равно нам понадобится, вот мы будем генплан, в дальнейшем делать генплан. И там вот эти границы участка тоже необходимы нам год, лучше будет. Потом паспорт. Вот я не помню, делал или не делал, я как гражданин иностранного государства, я наверное еще прикладывал копию перевода, материальную. Она у меня есть, просто я сразу приложил, потому что, например, при подключении электричества, то нам это требовалось. Я, наверное, уже сейчас везде вкладываю это дело. И заполненный бланк. Ну, бланк, бланк, мы дальше разберем, это чуть-чуть дальше будет. И необязательные документы, которые можно будет приложить, это градостроительный план земельного участка и выписку из ПЗЗ, правила землепользования, и застройки. Хотя ПЗЗ, я думаю, зачем? Они и так в своей администрации все прекрасно знают, где, что, у них, как. Ну, вот градостроительное право я даже для себя бы заказал, потому что у него очень много всякой полезной информации. Во-первых, мы, наверное, будем знать зону жилой застройки, какая у нас там будет, наверное, прописана, мне так кажется. У нас будет сам генплан за границами участка. Там будут сразу наложены ограничения по ПЗЗ для нашего капитального строительства, где возможно строительство. Туда они включат еще и зоны, например, зоны, где ограничено строительство, например, из-за всяких высоковольтных линий или у вас какая-то природоохранная зона, там в генплане она тоже вся отражается. Это очень хорошо типа. Я думаю, эта информация вам всегда пригодится и будет полезна. Тем более, этот ГПЗУ действует в течение трех лет. Нормально. Но, как здесь вот пишут, что эти оба документа можно получить в архитектор района в администрации в течение тридцати дней. Но я слышу информацию около двадцати дней. Ну, в принципе, все мы такое говорили. Сейчас вот перейдем. Мы конкретно разберем наш ПЗЗ. Что там такого интересного и какие параметры строительства в нем есть и как к нему добраться. Так что полетели. Так, совсем еще забыл. Давайте вот немножко про бланк уведомления о планировом строительстве поговорим. Здесь у нас... Смотрите, скачать этот бланк можно вот с этого сайта. Как я уже говорил, ссылку на этот сайт я оставлю в описании видео. Либо я еще оставлю вам пример на какое-нибудь облако закину. Тоже под видео я вам оставлю эту ссылку, чтобы уже был оформлен. Ну, и вы приблизительно смотрели, что должно в итоге получиться. Но мы еще конкретно сейчас разберем на примере нашего, моего бланка. Я, конечно, там данные кое-какие поменяю, чтобы это не светилось. Но в целом вы должны будете понять, что, что необходимо заполнить и как. Так что, погнали! Что мы смотрим дальше? Мы должны зайти на сайт нашей администрации. Вот смотрите, перейдем... Путь вам полностью покажу. Есть у них вот... Это Таецкое городское поселение, да? Здесь у нас вкладки есть. Есть деятельность. Здесь у нас есть градостроительная деятельность. Документы градостроительного занервания. И вот правила землепользования и застройки. Я не знаю, в каждой, наверное, администрации это будет по-своему. Я буду на этом примере сайта. Вот. Необходимо нам будет скачать генплан развития. Для чего он нам нужен, я сейчас объясню. И скачать вот это правило землепользования. Вордовский документ. И надо будет скачать нам вот эту вот карту. Я сейчас открою карту. У меня получилось проще, потому что, когда я выносил на местность точки, границы участка, я приезжал в гости там к этому парку, который должен был передать мне отчет, у него был автокадовский генплан и мои точки. И мы прямо на местности вот это вот, на генплан насадили мои точки и посмотрели, что мой участок, вот смотрите, вот этот, вот попадает в зону G3. Вот мы уже точно знаем, что он в зоне G3. И мы вот этим вот должно будет руководствоваться. Потом мы открываем правила землепользования. Вот эти вот наши тайцкие. И смотрим вот раздел 5 градостроительные регламенты. И вот где прописаны жилые зоны G3. И переходим к ним. И здесь у нас все наши правила и оговорки, какие вот придумывало наше тайцкое поселение. И вот смотрим параметры застройки. Вот смотрите, минимальные площади у нас, коэффициенты застройки какие необходимы, расстояние между улицей и основным строением показаны. Минимальное расстояние от границ землеплодения до строения, а также между строениями. От границ соседнего участка до основного строения, вот 3 метра. Ну и все остальные, вот вы пробежитесь, посмотрите, тут и по высотам, сколько до конька, все вот это вот должно выполняться. Но помимо этих норм есть еще пожарные. Ну с пожарными я вот говорю, тут все очень сложно. Вот в СП-4, если мы откроем таблица 1, там все оговорено. Вот у нас есть такая очень интересная табличка. Видите, вот пятой степени огнестойкости, это наши, получается, деревянные дома. И тут, например, пятый. И смотрите, вот мы должны выполнять вот это вот расстояние 15 метров. Если мы будем такое выполнять, я, например, на своем участке уже тогда ничего не смогу построить. Если с одной стороны деревянное было, на другой деревянное, мне только оставят, оставят шанс построить небольшой домик, и то кирпичный. Мне кажется, вот это один неправильный минус в уведомлении строительства, что должна быть еще одна графа, из какого дома мы строим дом, из каких материалов. И получается, чтобы в администрации отслеживали это. Если деревянный дом, то они автоматически должны отступать от границы участка семь с половиной метров, чтобы они не забирали территорию. То есть, грубо говоря, если он построил первый, ты не можешь пользоваться своей территорией. Мне кажется, это абсурдно, это неправильно, так не должно быть. То есть, захотел деревянный дома. Пожалуйста, отступи семь с половиной метров от границы участка и строишь, что хочешь. Мне кажется, вот так вот будет верно. Но, смотрите, еще есть у нас такой пункт 4.13. 4.13. И вот здесь вот есть еще такое. Возведение домов, хозяйственных построек на снежных земельных участках допускается без противопожарных разрывов по взаимному согласию собственников, домовладельцев. Вот. Это важно. Если вы все-таки договоритесь со своим соседом и у вас никаких претензий, вы, наверное, реально это все заверите, то можно этого не соблюдать. Вот этого пункта раньше не было, сейчас он появился. Так, а мы пошлите дальше. Так, немного поговорим о бланке вот этом заполненном уведомлении о планировом строительстве. Что здесь надо нам заполнить? Соответственно, фамилию, имя, отчество, место проживания. Здесь указываем паспортные данные. Я такой гражданин иностранного государства. Я свое заполнял. Вы, соответственно, свои данные вводите. Далее мы идем, вписываем кадастровый номер участка. Здесь полный адрес. Из ЕГРН берем. Это все данные с ЕГРНа можно убрать. Что это? Что это? Право собственности. Я тут изменил числа, тут не обращайте внимание, это не мое. Ну, так оно выглядит. Это тоже с ЕГРНа вы берете. Категория земель там тоже должно быть. А разрешение? Кстати, это да, в реестре, либо в выписке из ЕГРН тоже присутствует. Тут выбирайте свой объект. У вас может, вот у меня ИЖС, у вас там может СНТ быть и еще что-то. Цель подачи уведомления строительства. Количество этажей указываете. Высоту конька или если у вас плоская кровь, то... Короче, высота конька, без разницы это. Или карниза. Сведения об отступах. Это мы прилагаем схематическое изображение нашего участка. Вот так оно будет выглядеть. Его можно делать от руки. Как вам удобно. Главное, чтобы вот эти вот границы ваши... Вы знали расстояние, которое у вас между точками и правильно разместили свои... Ну, тут вообще правильно показывать капитальное только строительство. Как я вот здесь хозяйственное строение, я его показал. Почему? Потому что оно у меня будет на фундаментах монолитных из газосиликатных и пеноблока. Поэтому я его тоже решил уточнить, чтобы оно там сидело и на него не обращали там сильного внимания. Это можно все, говорю, сделать от руки. И еще, что нам останется? Указать свой адрес и почтовый адрес. Для чего это нужно? Чтобы... Здесь мы пропишем, чтобы как нас уведомили... Ай, телефон здесь тоже надо будет указать. Путем направления на почтовый адрес или адрес электронной почты. Чтобы сказали, как... Ну, мне все равно... Я вот писал на почту, либо на электронную почту. Но мне все равно позвонили и сказали, что все, все готово. Можете приезжать забирать документы. Тут мы пишем, что в настоящем уведомлении подтверждаю, что объект у меня был индивидуального жилищного строительства, не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. И пишем, в настоящем уведомлении я, Иванов Иван Иванович, даю согласие на обработку персональных данных. Здесь ставим свои нецелы и подпись не забываем поставить. Также я вот к настоящему документу прилагал еще договор купли-продажи земельного участка. На этом все, ребят. То есть ничего сложного нету. Вот эти вот границы все, которые я еще по генплану говорю, подтверждаю. Это мы берем из ПЗЗ, правила землепользования, минимальное расстояние отступа, но руководствуясь еще пожарными. Либо договаривайтесь с соседом, как вам удобнее это будет. Все. В принципе, на этом мы закончили эту тему. Тоже для меня была какая-то такая сложная проблема, но я думаю, вам проживал. Если у вас какие-то проблемы возникнут, пишите в комментариях или... Ну, мне больше, наверное, будет удобно, если вы будете писать в Телеграм. Так что до встречи, ребята. Вы были на канале Левовский Хаос. Пока.